Начнем с главного. Сертификат безопасности устанавливать не обязательно, но в будущем он пригодится, сообщили сегодня на пресс-конференции. В выходные астанчан озадачили киберучениями в столице. Горожанам пришли смс о необходимости установки сертификата, в противном случае доступ к иностранным ресурсам усложнится. Что, собственно, и произошло. Фейсбук и Инстаграм не работали и сегодня утром. Интересно, что председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов, объясняя суть сертификата безопасности, посетовал на НАТО. Диас Еркынов сейчас с нами на связи. Диас, добрый день. Так при чем тут НАТО? Привет, Марьям. По НАТО аргументация политическая. Я бы даже сказал, попахивает заговором, если отталкиваться от слов спикера. На этом я еще остановлюсь. Что касается сертификата безопасности, я лично его не устанавливал, однако, как говорят представители министерства, в будущем он обязательно понадобится. На выходных все заметили, что интернет в столице работал, мягко говоря, плохо. Вот и пользователи сети в комментариях на популярных ресурсах писали, что, например, невозможно оплачивать онлайн-покупки, использовать поисковые сервисы и даже проходить дистанционное обучение ребенку. Как сказали на пресс-конференции представители Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности, этап с сертификатом безопасности для столицы завершен, но учения в будущем продолжатся в других городах. И вот сейчас комментарий Руслана Абдикаликова по политической подоплеке этого вопроса. У тех стран, и, как правило, они все ходят в блок НАТО, если вы обратите внимание, у них, конечно, проблем нет ни с Гуглом, ни с Фейсбуком. Проблема в нашей стране, потому что, да, мы принадлежим другому блоку, мы входим в ДКБ, мы не входим в НАТО. Соответственно, чисто политически никто, конечно, не признает наш сертификат в этом плане, потому что никто не хочет, чтобы наша спецслужба могла работать так же эффективно, как зарубежные спецслужбы. По словам Абдикаликова, многие страны используют подобные сертификаты, и Казахстан не является исключением. И в этом, по мнению спикера, иногда можно видеть двойные стандарты, когда одним можно использовать данные интернет-ресурсов, а другим почему-то нельзя. Но сертификат безопасности использует технологию Man in the Middle, это когда данные проходят через фильтр, где пропускаются разрешенные сайты. И именно поэтому многие граждане боятся за свои данные, в том числе и касающиеся денег. И вот в нашей системе процессы автоматизированы именно так, что оно именно в автоматическом режиме сравнивается с противоправными ссылками и информацией. Поверьте, что там никакой банковский трафик, именно на интернет-магазины, на банковские управления счетами и так далее, система не направлена. Эти технологии маршрутируются таким образом, что они идут мимо системы. Сами спикеры заявили, что готовы нести ответственность, будь то административная или уголовная. Вот такие вот интересные новости. Марьям, тебе слово. Спасибо, Диас. Действительно интересно.